Невозможно стало доехать. Вот я вам сейчас покажу. Наконец получила вот этот билет. Билет проездной. Всё. Скоро будем ходить пешком. Ноги не идут. Жители Новочеркасска пострадали от диверсантов. Пять автобусов стали на самых популярных городских маршрутах первым и втором. И не просто остановились, а задымились, чем сильно напугали пассажиров. Они остановили машины, заглушили двигатели и больше уже не завелись. Когда привезли их на базу, на ремонтную базу, они разобрали один из двигателей и увидели там очень серьёзные повреждения, которые требуют либо капитального ремонта двигателя, либо его замены. Механики автобусного парка обнаружили в моторном масле машин неизвестные добавки. Благодаря им давление в двигателе падает до критического минимума. Мотор практически выходит из строя. Верхняя часть – это гель. Вот. В автопарке срочно провели внутреннее расследование. Дирекция пришла к выводу, что неизвестные проникли на территорию предприятия и подсыпали в смазку вредные вещества. Такие казусы встречаются редко. Это бывает. Поломка там, что туда-сюда. Но это явно, что это диверсия. И я считаю, что это диверсия. Самая прямая диверсия. Есть две версии. Парку навредили конкуренты. Он единственный из транспортных предприятий Новочеркасска, который перевозит льготников. И так отомстить могли работники АТП, недовольные зарплатой или условиями труда. Техэкспертизу автобусного парка Новочеркасска проводят и правоохранительные органы. Эксперты полиции изучают образцы моторного масла. Также в ходе осмотра места происшествия был проведен комплекс необходимых мероприятий. Опрошены сотрудники, опрошены лица, которые имели доступ во двор НППАТа. И, соответственно, в настоящее время проводятся расследования. Намечены, проведены необходимые исследования этого вещества. Транспортное предприятие заполняет пустоту на первом и втором маршрутах за счет машин, переброшенных с других менее загруженных линий. Предполагают несколько автобусов взять в аренду, чтобы окончательно не сорвать график движения. Анастасия Глышко, Сергей Зайцев, Южный регион.Инфо.